Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Андрей или же Иной, и сегодня мы посмотрим игрушку Милая Академия Девочек Монстров. К несчастью, это демоверсия, и к несчастью, она на английском, но с другой стороны, я смогу все перевести вам, так что проблем нет, да? Что ж, это какая-то католическая школа церковная, и тут девушки-монстры. Вот так вот непонятно. Игра обещает романтической быть, то есть никакой жести тут, скорее всего, не должно быть. Милое ухаживание за девушками, ну и общение со сверстниками. Давайте посмотрим эту демоверсию, что она нам может предложить, и начинаем. Добро пожаловать в демоверсию этой Академии. Ну, добро пожаловать. Потому что это ранее Альфа. Пожалуйста, будьте терпеливы, что, может быть, тут нету каких-нибудь картинок задних, и всякие замены такие легенькие. Нету артов. Ну, понятно, игра только-только появилась на 14 февраля. Я ее заметил, думаю, надо посмотреть. Выглядит красивенько. Девушки выглядят симпатичными. Так. Большинство написанного контента уже закончено, но всегда есть больше места для дополнительных сцен и маленьких грамматических ошибок. Есть только несколько сцен, которые можно увидеть, если ты сделаешь определенные выборы. Так что будь свободен и переигрывай все, что хочешь в этом контенте. Ну, то есть демка ограничена, и не все готово для просмотра. Пожалуйста, наслаждайся чтением и скажи мне, если какие-то баги найдешь. Ошибки или еще что-нибудь непонятное. Или критику. Меня можно найти на Твиттере, там вот в Дискорде и во всяких таких вестах. Я нашел в Стиме, так что вы тоже можете демку в Стиме найти и поиграть в нее сколько угодно. Так, начнем же. Итак, здесь три вида людей в этом мире. Святые, злодеи и затворники. Кто-то забывает, что первые два – это две монеты одной и той же монеты. Две стороны одной и той же монеты. Каждый святой когда-то был греховником. С одним только исключением во всей истории. Другие путают затворников со святыми. Сидит тебе, но не святой. Но разница между ними в том, что святой не сидит просто так, пока не справедливость происходит с другими или с ним. И пока я не могу назвать себя святым, я также не позволю называть меня затворником. Это был конец недели моего третьего года в старшей школе. Я никогда никаких неприятностей не причинял никому. Обычно сам собой занимался и с хобби своими. Я покинул школу через двойные металлические двери, которые вели меня на парковку. Пока я шел по дворику, чтобы отправиться домой, я услышал какие-то повышенные голоса со стороны. Эй, эй! Не убегай от нас, а? Пушистенький хвостик. Так, какой-то высокий студент, который выглядел как футбольный игрок, похоже, кого-то обижал. Девушку-кролика. Ух ты! Не особо много людей, монстров в публичных школах пока еще нет. По каким-то причинам это занимает какое-то время, чтобы они поселились в обществе. Люди еще не привыкли, видимо, к монстрам-девушкам. Второй еще хулиган. Да, какие у тебя планы на эти выходные? Второй немного покороче, но более толстенький студент быстро поместил свою руку на плече девушки-кролика, которой явно не нравилось то, что эта ситуация происходит. Я почти подумал, что забитная, потому что тут кругом много народу, пока не заметил, что никто не обращает в их направление. Девочка-кролик немного нервничал и до самых, как говорится, кончиков ушей. Она выглядела, как олененок в опасности. Куда ты торопишься? Мы покажем наше любимое место, где мы отдыхаем. Даже поделимся выпивкой. Девочка-кролик, пожалуйста, оставьте мне одну. У меня есть парень. Ох, я уверен, она не будет возражать, если мы просто отправимся и выпьем несколько напитков со старыми друзьями. А? А? Ох, хулиганы какие. Да, она по-любому врет. Кто вообще будет встречаться с такими проклятыми уродами, как она? Ты скотина какая. Замолчи, дурак. Слушай, игнорируй его. Давай просто ты... Вместе с нами пойдешь куда-нибудь в более тихое место. Я не собирался просто стоять и продолжать... Позволить продолжать то, что тут происходит. Так что я совмешался, Габриэль. Тут что, какие-то проблемы, а? Слышь, отвали, чувак. Это не твои дела. Ага, ага. Иди по своим делам. Ты что, не видишь, что тут мы заняты? Планируем выходные. Габриэль. Я не говорил с вами двумя идиотами. Я говорил с моей девушкой. Я посмотрел на ее лицо и увидел, что она выглянула с облегчением. И вроде как решила подыграть. Она решила следовать и оттолкнула руку парня со своего плеча. Погоди-ка. Я не разрешал тебе уходить без того, чтобы мы повеселились. Короткий парень вернулся к ней и схватил ее за пояс уже в этот раз. Ах ты. Я инстинктивно, как говорится, потянулся к ней, но внезапно увидел звездочки. То есть пока там отвлекался, меня тоже по башке стукнули. Высокий хулиган, у которого больше нет, была девушка и кролика на его стороне. Стукнул меня прямочка по животу, да, или по голове он там стукнул. Я подобрался и уже был готов сам начинать бить. Когда девушка-кролик стукнула ногой по парню, который держал ее за пояс. Он отпустил ее и схватился за ногу. Давай ясный путь для побега. Тем временем я пару раз махнул в парня передо мной. Бах! Ук! Удар слева, удар справа так. Подсестичка. Три подсказки. Одно в лицо, одно в челюсть и последнее в живот. И так же быстро, как это началось, оно и закончилось. Во время всей этой драки девушка-кролик, похоже, убежала, чтобы привлечь к какому-нибудь учителя, который явно не смотрел ее раньше. Вот, ох, учителя-то какие, а? Нет бы сразу вмешаться. Учитель прибежал прямо в последний момент и был свидетелем только моего потрясающего финала. Учитель, она, она сразу же сделала... Типа стала судить, кто прав, кто не виноват. И заставила меня отправляться в офис директора. Ну, спасибо. Ей не важно было, что я был не тот, кто это все начал. Не важно было, что я помогал кому-то, кто попал в опасную ситуацию. Все, что было важно, это школьная политика, ноутолеранс, нетерпение. То есть пошел драться, получил, да? Хотя бы меня ударили первым. Странно. Я сидел в креслице, и директор такой, ну, он давно нависал, и лекцию там читал о том, что вот нельзя драться в школе, особенно в первый день. Он наказал меня с наказанием на неделю. И, как говорится, напугал там всяких исключений, если еще что-то такое случится снова. Я отключился и не слушал, что он там вообще мне говорит. Я не собирался слушать ничего от кого-то, у кого была сила сделать все правильно, но который нифига не смотрел на факты. Все, что меня волновало, это то, что я был, считал, что я сделал все правильно. Не важно, как там эти директора считают. Просто тут плейсхолдер такой, как они сказали, а и сфотографировали кабинет чей-то, и все, и вот тебе, кабинет директора. Директор? Да пускай нахер директор. К счастью, мои родители были более терпеливыми, чем школа, и я смог объяснить свою точку зрения. Полагаю, я должен их благодарить за свое сильное чувство справедливости. Отлично. После этого инцидента моим родителям не особо понравилось, как школа эту ситуацию обыграла с хулиганами, и решил перевести меня в частную католическую школу, которая в три часа от дома находится. Это, конечно, печально. Может быть, там не буду каждый день три часа обратно, три часа туда ездить. Это не то, чтобы они так внезапно решили. Наша местная церковь предлагала уже это место. Чтобы кто-нибудь туда заехал. Это начало, как бы, благодаря этой рекламе мы и знали про эту школу и обсуждали. Мои родители обсуждали, что было бы лучшим для меня. Похоже, они сожалели, что не поместили меня в эту частную школу раньше. Что если только образование, может быть, там не особо, ну или наоборот, лучше, чем где-то. Я особо ни с кем не успел подружиться в моей текущей школе. Так что я не был против идти в эту частную школу. К несчастью, мне все еще нужно было закончить эту обычную школу до конца месяца. Так что мне пришлось продолжать и закончить этот конец месяца. И терпеливо закончить без драк. Нормально. К концу месяца все бумажные работы было сделано. И я, как говорится, запаковался со всем необходимым. Я был готов покинуть эту школу сзади себя. Но все еще это было серьезное изменение для меня. Ну да, школу поменять это тебе не шуточки. Я никогда не уходил из дома больше, чем на неделю. Так что мне придется к этому привыкнуть. Ну да, он будет, видимо, жить в общежитии. Отлично. Это подчистый студент. Замечательное время. Так, ну тут, видимо, очень интересная Генезис 6. Когда люди там начали размножаться, появились девушки там, потом дети и что-то такое. Ну, давайте не будем я это переводить. Эти первые линии раннего описания были очень непонятны в последние столетия. В 1950-м и ранее 1960-м человечество отправило космический аппарат в Роскосмос. Не так много заняло времени, пока эти спутники начали использовать для того, чтобы следить за погодой и наблюдением. Во время одного наблюдения ученые обнаружили маленькие города и деревушки, спрятанные в зонах обычно раньше не исследованные в регионах шести главных континентов. Различные государственные силы отправили туда людей, чтобы пообщаться с этими неизвестными людьми и обнаружить, как они смогли спрятаться от мира в этом современном эре. То, что они обнаружили, напугало и ужаснуло большинство человечества. Люди-монстры, которые были описаны в всяких сказках, считались просто фантазией. Гарпии, драконы, слаймы, суккубы и даже вампиры были обнаружены среди этих различных рас-монстров. И каждая история имела свои мифы и с окружающими древних культурах. Обычные граждане были напуганы просто в ужасе. Правительство призвало карантин на эти новые открытые расы. Много религий назвали их проклятыми и демонами. Некоторые страны требовали их уничтожения. Множество монстров пыталось рожаться в ответ, но в конце концов их было слишком мало, а обычных людей было просто значительно больше. Но было исключение, которое удивило многих. Ватикан сделал действие католическое и сказал, что не давайте с уважением относиться к этим людям, как и остальным их человечествам. они сказали, что Христос за всех грехи искупил. Так что даже эти монстры люди тоже разумны, поэтому они тоже могут считаться людьми отныне и впредь. Но все еще люди переживают, кто они. поэтому к ним относятся не особо весело. только благодаря тому, что гражданские права в Америке начали двигаться не только для черных людей, но и для людей для всех рас и происхождений. Так что их начали широко распространяться в западной обществе. Католическая церковь тоже сыграла свою роль, защищала их. Это все приятно. Другие крестьянские направления тоже присоединились и все стали относиться к ними хорошо. Сегодня все больше и больше людей признает людей монстров как еще одну расу людей. Но здесь все еще те, кто относится к ним плохо, называют их проклятыми или демонами. Что там из Писания может быть и считается, что да, возможно, это люди, которые были прокляты Богом за их действия человечества, но дети не должны нести грехи их родителей. Как минимум то, как я это считаю. День 1, 4 сентября. Воскресенье. Отлично. Закончили этим лором. А, когда же я увижу первую девочку-то хотя бы? А то даже девушку-кролика не показали. Так, я прибыл на день раньше в воскресенье, чтобы распаковать свои вещи и, говорится, освоиться. После трех часов и быстрого перекусона мои родители оставили меня у центральных ворот, чтобы я мог познакомиться с кампусом, где пока я, так сказать, закидывал свои сумки в общежитии. Центральные ворота практически как приглашают всех открыто-широко. Возможно, я слишком широко считаю символизм. Я просто надеюсь, что это признак, что я в правильном месте. Кроме обучения, мне все еще интересно, насколько сильно католическая школа отличается с обычной школой. Я, в принципе, тоже католик. Значит, я был рожден в семье верующих, и они меня всему научили. Но я особо никогда глубоких связей с Богом не имел. Ну, как обычный школьник, да. не то, чтобы я ни во что не верил и что-то такое, я просто никогда особо не чувствовал никакой близости с верой, несмотря на то, что ходил в школу ребенком. Я уверен, что тут гораздо больше со всей этой религиозной вещи. Но пока что я делаю свои базовые долг и хожу в церковь. Образ там, да, все это таинство проходил. Они, да, школьные уроки с верой тоже там он проходил по средам несколько лет. Но я не то, чтобы особо научился из них. Ну, как бы несколько молитв знает, и на этом все. Я бы хотел, чтобы они нам давали более прямые ответы на вопросы, которые меня беспокоили, пока я ходил в церковь по воскресеньям. Не важно. несмотря на то, что люди, как говорится, в истории церкви были разными, в основном они как бы для ради добра стараются в мире. Так что, в принципе, замечательно. Они, вроде бы, стараются заботиться о здоровье и ухаживают за всем этим. Также там хорошие уроки, ну, мудрость, сказать, человеческая, как правильно жить и относиться по-человечески к людям. И там про Иисуса Христа тоже там много всего хорошего. полагаю, что у него тоже есть чувство юмора. Иначе зачем бы он натал чувство юмора, как говорится, когда присутствовал с нами? в любом случае, что я могу, это двигаться вперед и относиться хорошо к себе и к другим. И я зашел через школьные ворота, полагая, делать только это для моей собственной жизни и неважно, какой путь я выберу и для тех, кто пересечется с моим путем. я пройду вперед и стану лучшим человеком, так что я могу позитивно менять на мир. И кто знает, может быть, пока я здесь, я найду путь, по которому Бог хочет, чтобы я прошел. Ну, я начал гулять по кампусу, поэтому познакомиться с окружением. Я увидел, что несколько студентов ходят из одного места в другое, наслаждаются их последним днем, прежде чем выходные закончатся и начнутся рабочие дни. Я пока себя немножко изолирован не чувствовал с тех пор, как покинул свою старую школу. Надеюсь, у меня не будет никаких проблем со знакомством здесь. Ну, все еще это место не так уж и плохо выглядит. Очень так приятненько. Думаю, я к этому привыкну. Пока я гулял, не думая, куда я попал, не думая, куда я направляюсь, я заметил большого такого мощного мужика, направляющего в моем направлении. Два гигантских рога, как у быка его головой. Я не хотел уставиться на них, но они прям реально впечатляющих на первый взгляд. Кроме этого, я заметил, что он так серьезно одет. Ох, он должно быть директор, отец Джон. Пока он приближался ко мне, я подумал, надо ли спросить его для направлений. Конечно же, он должен помочь мне освоиться здесь. Отец Джон. Эй, дружище, ты выглядишь как потерявшаяся овечка. Может быть, я могу помочь тебе указать путь? Как будто бы он мог читать мой разум. Он прям спросил прежде, чем я спросил его. Да, отец, я тут только что перевелся, прибыл сегодня и как бы осматриваюсь. О, счастливый для тебя, это моя работа помогать тем, кто потерял их путь. Между прочим, я отец Джон, я директор и глава духовного направления в этой школе Святого Томаса. Да, сэр? Я как бы угадал от описания, которое я слышал о тебе. Надеюсь, ты не обиделся. А, не переживай. Я знаю, что меня сложно пропустить. В общем, приятно познакомиться с вами. Меня зовут Габриэль. Ну, в основном люди зовут меня Гэйб. Ну, что ж, посланец Бога тогда нужен, чтобы указать тебе путь. Как иронично. А, нет, Габриэль, то есть, это посланец Бога, ему нужно указать путь. Как иронично. Ну, что ж, я думаю, тебе повезло, потому что хороший слуга Бога появился перед нами. Отец Джон махнул сзади меня к пареньку монстру, который, на первый взгляд, выглядел уставшим и таким опечален. Ах, типа, чуваки, зачем мне? Это Дэмьен. Он на твоем курсе. и он также член студенческого консульства. Дэмьен, не будешь против показать Гэбу вокруг этого кампуса? Он здесь новенький, так что им нужно, чтобы кто-то его показал. Я не возражаю. Он поднял свою руку и так кивнул мне, типа, давай, пошли. Я, я Дэмьен, ходящий по дням, Дэй Волкер. Я сделал так же и махнул ему, пока отвечая. А я Гэйб, ну, человек. Я хотел пошутить, что я тоже хожу на солнце, но я все еще не знаю, как люди реагируют на такие шуточки. насчет их расы монстров. Видимо, он такой вампир, только вампир, который на нем гуляет. Ну, что ж, это было приятно встретиться с тобой, Гэйб. Но, если ты не возражаешь, конечно, нет. Простите, что задержал вас. Я уверен, что вы все еще очень сильно заняты по воскресеньям. Да-да-да, так все и происходит. Работа директора никогда не закончена. удача с освоением здесь, Гэйб. как говорится, не переживай, заходи в собор по вечерам, если тебе нужно какое-нибудь духовное наставление или, если хочешь, излиться сердечко. Конечно, я всегда доступен в случае какой-то срочного момента. ну что ж, добро пожаловать в Святого Томаса, в Школу Святого Томаса. И с этим он ушел, оставив меня сходящим днем, который выглядел так же низкоэнергетическим, как и раньше, пока он показывал меня в округе. Так что, ты тоже младший, да? А что заставило тебя прийти в Школу Святого Томаса? Это длинная история, на самом деле. Короткая версия, это то, что я подрался, защищая кое-кого, и мои родители, и я... У них другая точка зрения на справедливость, в отличие от моей предыдущей школы. Ох, да? Звучит сложно. Ну что ты в этой школе увидел пока что? Просто фронтальные ворота, и здесь вот и все. Замечательно. Ну что ж, пойдем. Наиболее популярное место для закусочек. Потом мы можем отправиться внутрь помещения, и ты увидишь, где наши классы проходят. У меня там тоже есть какие-то дела и в других местах. Так что я их все сделаю, пока показываю тебе все куда иди. Спасибо и прости, что за беспокойство. Ах, не парься. Это практически моя работа, чтобы все студенты обо всех студентах позаботились как члена школьного совета. наиболее похоже, наиболее большую шишку наткнулся здесь. Хотя он и не выглядит таким важным. Похоже, он много полезного делает для школы, чтобы директор на него так сильно опирался и доверял ему. Ну что ж, пока Демин вел путь, я следовал за ним на нашу следующую точку направления. Мы прибыли в открытую зону, окруженную деревьями и столами для пикников, расположенным на одном поле. Пока я заходил за угол, я услышал синхронизированные как говорится, как бы частушки, назовем их так, от чирлидеров девушек поддержки. Пока я следовал за спиной Демина, Демин удивительно быстро направился прямо к ним, что мне даже пришлось догонять его. Пока я до него добежал, они уже закончили, что они там делали, и Демин начал говорить с девушкой, которая выглядела главой этих чирлидеров. Я заметил, что среди этой группы половина примерно это человеческие девушки, половина девушки монстры. О, наша первая девочка монстр, гарпия. Одна из них подошла ко мне, пока стояло ничего не делал. Синие перышки гарпии. А, синий перо гарпия. Девочка монстр птичьего вида. Ее яркие синие перья покрывали ее руки и заканчивались такими острыми. Ее волосы подстрижены коротко и такие ярко-синие. Так же как ее перья. И похоже такие же яркие как ее личность. Ногти на ее пальцах такие же как у орла. и таки же на ее ногах ниже колен такие перья. Если бы я не увидел как она сразу улыбается на первый взгляд. Я бы практически сразу это почувствовал. То как она выглядит не особо понятно. Но в общем веселая девушка. эй привет я тебя раньше здесь не видела. Я Сера. О, привет я Гейб. Ну от сокращения от Габриэля. гейб. Я Так что, я права? Ты здесь новенький? Ага, я новичок. Я пришел из маленького города три часа отсюда на машине. Новичок? А, я тоже. А что тебя сюда привело? Похоже, мне придется повторять эту историю несколько раз. Так что я быстренько придумал, как все это сократить для тех, кто захочет знать. Короткая история. Я подрался, кое-кого защищают, и школа решила... Как говорится, никаких драк вместе. Ох, как здорово! Рыцарь в сияющих доспехах, а? Тебе нужно все обо мне... все это рассказать мне позже, хорошо? А, ну хорошо. Так что, это популярное место для отдыха во время перекуса, а? Ох, да. Это место, где я обычно слушаю всякие последние сплетни. Я имел в виду... общаюсь со своими друзьями. Конечно, здесь есть капитерии внутри помещения. Которые приятны, пока, когда тут дождь. И еда там тоже нормально, полагаю. Но если ты хочешь найти кого-то во время обедов после школы, это самое лучшее место, где ты их можешь найти. Именно в этот момент Дамьян вмешался. Эй, Гейб, я тут закончил. Пойдем в следующее место. Хорошо. Приятно познакомиться, Сера. Полагаю, увидимся завтра? Яп. Приятно познакомиться тоже. Прощай, Гарпия, Сера. И вот так вот она отправилась к своему отряду и вернулись к тренировке. Ну что ж, следующая наша классная комната. У меня там есть несколько вещей, которые мне нужно забрать оттуда, прежде чем мы продолжим. Веди. Мы зашли в здание вместе и пошли по длинному коридору, который пересекался с другими, пока мы не дошли до определенной комнаты, на которую Дамьян указал. Это наша классная комната. У нас около 20 студентов в этом году, включая тебя, и около половины из них люди-монстры. Это гораздо больше, чем было у нас в общественной школе. Ага, смысл есть в этом. Немногие из нас чувствуют, что они хорошо смешиваются с человеческим обществом. А что отличает эту школу? Он на секундочку задумался, пока он в этом думал. Я не хотел, чтобы разговор пошел в этом направлении. Похоже, это немножко персональный вопрос спрашивать. Ну, тут довольно здорово, по моему опыту, пока что. Большинство людей дружелюбны, достаточно, или как минимум не показывают, или их просто не волнует ничего. Иногда, конечно, все-таки случаются изолированные инциденты. Такие закрытые школы бывают иногда приводят к тому, что элита такая появляется среди богатых студентов. И они, типа, тоже могут всякие гадости начать творить. Но, похоже, ты... Не выгляди, что тебя беспокоят люди-монстры. С учетом, что ты пришел из обычной школы. Как ты думаешь, что дало тебе другую точку зрения на это все? Ну, честно сказать, я не особо думал об этом раньше. Я считаю, что это естественно, принять других, такие, как они есть, и не смотреть на то, как они выглядят. Я не знаю, на самом деле. Но меня... Я вырос в католической семье, так что, может быть, это... Достаточно честно. Домен, как говорится, вернулся в коридор, но немножко остановился и обернулся. Эй, если у тебя когда-то появятся вопросы о людях-монстрах, не бойся спрашивать. Большинство из нас это не беспокоит. Но иногда это довольно забавно, какие вопросы люди задают нам. А, хорошо, я запомню это. Например, почему вампир и почему ты гуляющий на свету? Как это работает? Или то, что вампиры нифига не значат, что вы там на свету можете испаряться? Это всё глупость. Вы просто выглядите, как будто вы уставшие постоянно. Так, он развернулся и исчез в двери. Я последовал за ним снова. Я продолжил за ним следовать. Он показал ещё несколько классных комнатах, пока мы шли. По дороге в библиотеку мы наткнулись на двух девочек, которые шумели в большинстве в этой зоне. Девочка Слайм. Ну что ж ты, Эва. Позволь мне увидеть книжечку, которую ты заметила. Я могу похляться, что это ещё одна романтическая новелла. Хе-хе-хе-хе-хе. Первая девушка, которую я заметил, это девочка Слайм. Которая вроде как дразнила такую девушку Суккуба. Первая вещь, которую я заметил по поводу девочки Слайм, что она такая невысокого роста и худенькая. Её глаза, с учётом, что они такие... Такой вредный взгляд на них был. Выглядит так, как будто бы она не спала всю ночь. Но тоже все такие уставшие. Короче, будем ботанить в этой школе, как я понял. У неё также есть две миленьких антенны, выпирающих спереди её головы. Она как бы начинает выглядеть на инопланетянина, похоже. Большинство её тела состоит из полупрозрачного слаймового материала, который выглядит... как бы содержится довольно хорошо, несмотря на это. А другая девушка, которую я заметил, это была Суккуб. Которая, несмотря на то, что изначально красный цвет кожи у неё, она, похоже, ещё больше краснеет из-за того, что девушка с слаймами её дразнит. У неё два маленьких рога из чёрных волос выпирают и такой хвостик, заканчивающийся таким стрелочкой. Её глаза похожи полностью чёрные, за исключением ярких зрачков. Ммм, ярких жёлтых, да? Ммм. И хотя она тоже не высокого роста, она всё ещё несколько дюймов выше девочки слайма. Заканчивай, Кловер. Это не твои дела. Что я за книжку взяла? Хорошо? Я обещаю, никому не скажу. Ну, может быть, только Дэймину, который он там стоит. А, вот рядом с Дэймоном сразу видно, что эти девочки коротенькие такие, насколько они коротенькие. Эй, Кловер, опять дразнишь Еву? Не дави ты так на неё. Ты же знаешь, что она чувствительная. Я не чувствительная. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Не важно. Это Гейб. Он будет в нашем классе, начиная с завтрашнего дня. Приятно познакомиться с вами. Кловер посмотрел на меня с улыбочкой на своём лице. Ева посмотрела на меня таким скромненьким взгляд и быстро отвернулась прочь, когда она заметила, что мои глаза тоже смотрят на неё. Тоже приятненько. Ева посмотрела снова на меня с подозрением и ответила, приятно познакомиться тоже. Неважно. Нам лучше отправиться. нам лучше уйти. Так что Ева смогла бы начать читать свою новую романтическую новеллу. Ева, так сказать, пнула Кловер по голове с её книгой таким созвуком такой шлёп и убежала краснея. Погоди-ка, Ева, подогоди-ка. Они обычно нормально дружат, но Кловер нравится реакция, которую она может вывести бедную Еву. Я понимаю. Пока они друзья и дразнят друг друга, это всё хорошо. Правильно же? Если бы они не были разными девушками-монстрами, типа, да, одна с вами, другая суккуб, я бы посчитал, что они сёстры. Ха, ну да. Они, в этом плане, такое чувство получается. Ну, в любом случае, здесь библиотека. когда у тебя будет больше времени, ты должен отправиться внутрь и заценить, что там есть. Тут большой выбор литературы, из которой можно выбрать, и множество компьютерных лабораторий. А теперь давай отправимся в спортзал. Мы несколько поворотов сделали через коридоры и вышли с заднего края школы. Кстати, на большую такую полянку. Снаружи было несколько студентов, гуляющих кидающих мячи и различные физические активности. Бегающие физкульт приятно. Полагаю, в воскресенье все еще довольно занятый день для спортивного клуба. Но не всегда некоторые из нас любят соревноваться, особенно она. Присмотревшись в группу людей, я заметил одну группу, которая почти полностью была синхронизирована в движении друг с другом. Перед группой была высокая девочка дракон, которая вела их в их движениях. Драконы. Ха! Я! Похоже, она очень загорелая и спортивная. И я говорил, что она очень высокая. Дэмиан все еще выше всех. Ясно сразу стало, почему она лидер. Несмотря на ее пугающую внешность и острый взгляд выдает в ней острый ум. Такой же острый, как и два ее рога, выходящих со стороны ее головы прямо вверх. Ее волосы прямо все пропотели в поту, который капает с нее красный скейл. У ящериц вот это скейл на стороне ее лица. Ну что ж, парни, давайте передохнем. как только она сказала передохнем, Демиан подошел поприветствовать ее. Как дела, Врен? Работаешь с командой на выходных, как я вижу? Ты не можешь позволить выходному дню быть себе ленивым. Не потратить ни одного дня зря. Врен взглянул в мое направление, как бы зная, что я приближаюсь. Это Гейб. Он тут новенький. Он переехал из обычной школы в этом году, потому что он подрался в старой. Врен Врен повернулась ко мне и посмотрел меня снизу доверху. Как будто бы она применивается ко мне перед дракой. Ну что ж, может быть, ты должен присоединиться к клубу боевых искусств, если ты думаешь, что ты можешь выдержать себя в драке. Я подумал, что это было странно, что Дамьен упомянул, что я подрался, но теперь это имеет смысл. как бы в принципе идея это неплохая, я полагаю. Я подумаю об этом. Драка была как бы случайная. Я не особо переживаю из-за жестокости. Никаких оправданий. Боевое искусство не о том, как начинать драки, а не о том, как заканчивать их, когда они необходимы. Иронично, после того, как она это сказала, она игриво стукнула меня в левое плечо. Прям таким хренак. Она прям улыбалась мне, как она это делала. Просто подумай об этом. Я обычно практикую здесь или в спортзале после школы. Если это поможет мне уворачиваться от твоих ударов, я, возможно, подумаю. Я сказал это пока, потирая плечо, которое начало болеть. Врензе смеялось этой шутке. Ты смешной. Увидимся в спортивном классе тогда. она развернулась посмотреть на своих друзей, которые тоже с ней тренировались и вернулась к тренировке. Она из лучших атлетов школы. Не только в боевых искусствах, но также в баскетболе, волейболе, в гонке, в подъеме тяжестей. Я на самом деле не могу вспомнить спорта, в котором она нехороша. Говоря о чем? Если ты не хочешь присоединиться к команде боевых искусств, может быть подумаешь присоединиться к баскетбольной команде? Хотя у них тут уже и было несколько игр. У них все еще есть местечка там или два. Плюс будет бонус, что Сера будет тебя поддерживать. Поскольку ты новичок в матчах. Я почти покраснел на эту просьбу, но я быстренько собрался. Полагаю, он заметил, что Сера среди остальных черлидеров познакомилась со мной. Я подумаю об этом. Я раньше не присоединялся к каким спортивным командам раньше, но я не могу сказать, что я плох каких-то там из них. Ну, что ж, спортивные уроки все еще остаются. Хороший шанс, что Врен испытает тебя и Сера будет смотреть. Я буду помнить это. Так. Кстати, в смысле, что за мной будут наблюдать во время моих спортивных испытаний две девушки монстры. Мы отправились наше приключение дальше по школьным территориям. Еще одна такая картинка, сделанная роботом. мы прибыли снаружи в очень большой и впечатляющего собора. Так возвышающийся над прочими зданиями вокруг. Говорится, оно не стеснялось быть тем, чем оно есть. Ну, что ж, да, это такая церковь, ее надо, чтобы она впечатляла, поэтому все нормально. и узнаваемая архитектура церкви. И в конце концов, вот собор. Здесь службы ведутся каждый средом перед школой и каждое воскресенье примерно в это же время. Спасибо. Я запомню это в своей памяти, чтобы это не пропустил. Говоря о времени, уже почти вечернее собрание. Я свяжусь с тобой позже. Ага, хорошо, спасибо за тур. Я как бы рассчитаю с тобой когда-нибудь. А, не переживай. Позже. Увидимся. Он отправился в другое направление, махнув мне еще разочек своим движением. Я доставил меня перед дверью собора. я оглянулся вокруг и заметил, что здесь гораздо меньше людей, чем раньше. Полагаю, уже ужин приближается и все такое прочее. Ну, поскольку я уже здесь, пожалуй, стоит зайти и заглянуть, как тут внутри. Музыки нет. А, музыка есть. Замечательно. дверь закрыла за мной с мягким таким духом. Я осмотрелся. Собор выглядел пустым и в основном тихий. Через некоторое время я услышал слабое бормотание за одним, так сказать. Продолжая осматриваться, я начал медленно двигаться по центру пока я не смог определить источник этого звука. Девушка с длинным черным хвостиком и такой фиолетовой кожей сидела и печатала там на телефоне пока также бормотала еще несколько нот самой себе. Похоже, она ими не заметила. так что я сел как бы в отдалении и как бы наслаждаюсь атмосферой. Как бы что тут постройка все такое стеклышки витражи впереди алтарь стоит с тканью покрытой. Именно тогда на стороне алтаря я услышал, что открывается дверь и человек вышел. это как говорится напугало девушку которая сидит рядом там и она как бы поняла что я тоже тут сижу рядом. Она прекратила печатать на своем телефоне быстренько взглянула на меня потом собралась уходить. Я сделал движение чтобы встать и уступить ей но в итоге как говорится встал на ее пути все равно. Прежде чем я мог успел отойти я заметил что у ней два клыка вылезают изо рта и ее глаза немного темнее такие с темными подсвеченными глазами тенями она должна быть входящей Дэй Волкер входящий днем такой же как и Дэмиан вампиры местные интересно они знают друг друга с учетом того как они редкие она одевается в такой филпанка с маленьким черепушком на ее бантике на ее груди и большим красным бантиком как говорится с головы до ног она там в разные аксессуары такие браслетик такой надетый на шее там опять же такой панк да извините прости позволь мне уступить дорогу я не хотел тебе помешать все нормально не переживай об этом я в любом случае закончила и с этим она убежала мимо меня и ушла в центральную дверь которая медленно закрылась за ней как с таким но мой мотив не был таким уж чистеньким центральная дверь собора просто получилась последней остановкой которую Дамьян сделал в его туре прежде чем убежал по своим планам между прочим кто была эта девушка выглядит человеком вампир которая только что ушла из церкви ох это Ария она всегда время от времени заходит но никогда для того чтобы исповедоваться у меня чувство что она не особо как бы прониклась чувством святого духа чтобы принять бога в своей жизни но как минимум она находит спокойствие в атмосфере собора так что то я буду ее угонять отсюда то что она тут делает это не мое дело если только она не захочет чем-то поделиться со мной не религиозные вампиры в церкви я слышу странные вещи но страннее этого будет сложно узнать интересно может быть у нее просто необычная история я не буду ее за это судить живи и дай жить другим я полагаю между прочим возможно от этого не знаешь о них много но да и волкеры те ходят днем им особо не особо нравится когда им относятся как когда их называют вампирами у них же другая природа в конце концов простите у меня есть чувство что я выучу много новых вещей о людях монстрах к счастью Демиан предложил чтобы я мог спрашивать что угодно у него так что я попытаюсь такие вопросы поспрашивать ему это хорошо знать о людях с которыми ты будешь каждый день вокруг ходить так же как и для крестьян чья святая цель это быть свидетелями для всех людей в любом случае если ты хочешь что-то поделиться на своем скинуть какой-то вес своего разума который тебя беспокоит ты всегда можешь прийти сюда для совета это это всегда приятно и хорошо начать заново в новой школе отказаться не было причин не всегда хотелось нравилось начать заново сначала и все 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 было бы хорошо давненько давно я уже как бы не исповедовался может быть это реально хороший момент чтобы исповедоваться начать с чистого листа и снова стать религиозным в прошлом я помню такое приятное чувство и что-то магическое в словах я прощаю тебе твои грехи и хотя я не особо сожалею этого может быть я смогу очистить свой разум и сомнения по поводу того случая в предыдущей школе и мое исключение должен ли я принять его оффер что исповедоваться там вот избил но я считаю все сделал правильно ну хорошо первый выбор спустя час игры почему бы нет ну что ж думаю я приму твое предложение в конце концов никакого особых причин так сказать отказывать то нет замечательно я отправляюсь в кабинет там исповедальню ты можешь зайти когда ты будешь готов отец Джона развернулся и отправился в исповедальню да там в католиках у них такие кабинки исповедальни чтобы человек туда заходил и через окошечко где ты не видишь священника мог с ним оговорить и чтобы он тебя не видел как бы такая тайна исповеди ну видимо так легче человеку исповедоваться я немножко вспомнил про базовых 7 смертельных грехов жадность похоть гнев обжорство зависть лень и отец всех других грехов гордость по поводу этих главных категорий я могу сказать что я самая проблема это лень поскольку я по-любому мог бы быть более таким усердным в моей молитве и с служением другим людям если я ошибаюсь по поводу моей идеи правосудия и драки тогда это наверное гнев второй грех которому я могу как говорится я бывает распаляюсь когда передо мной происходит что-то такое нехорошее я все это попродумал и несколько минут пытаясь продумать что-нибудь еще какие-нибудь грехи за собой которые я мог забыть через некоторое время я решил что я готов для моей первой исповедания за последнее время ну что ж я думаю я готов я встал и отправился в исповедальную коробку я взял себя за ручку и зашел туда где там отец Джона я закрыл дверь сзади с кликом и решил где сесть а ну тут какая-то другая исповедания лицом к лицу сесть за экраном а то есть тут можно прямо рядом с ним лицом к лицу давай хотя бы будут показывать этого отца Джона я решил сесть прямо перед ним он приветствовал меня доброй улыбкой я начал с обычной молитвы которая говорится что я там прошу прощения там ля-ля-ля полезный разговор придет всегда приходит позже после этого так я исповедуюсь Богу и вам отец что я греховен это было довольно давненько стих моей последней исповеди с того времени я не помню чтобы я каких-то там смертельных грехов совершил однако я все еще немножко ленивая жопа ну что ж очень хорошо сын мой я рад что ты решил вернуться снова в исповедание это требование церкви чтобы ты как минимум раз в год ходил но мы можем как говорится и честь почаще заходить не так ли тем более мы всегда как бы грешим так что он помогает нам а что насчет твоих хороших работ будет 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 еще куча возможностей в кампусе чтобы ты помог другим людям если это то что ты ищешь еще хочешь о чем-нибудь рассказать да отец хотя я не дочитаю что это такой уж грех с учетом всех обстоятельств но причина почему я покинул свою старую школу было потому что я подрался пока защищал кое-кого в неприятной ситуации двое хулиганов были агрессивно приставали девочке к ролику и она явно сказала им что она не заинтересована одна за другим и в итоге я вырубил одного после как он получил хороший удар я тоже получил хороший удар ну что ж ты как говорится исповедуешься или хвастаешь то есть такой типа гордость то у тебя есть да священник немножко посмеялся я только шучу конечно бывают времена когда наша злость заходит слишком далеко и становится яростью но злость тоже полезный инструмент когда ты используешь этот инструмент чтобы защищать себя или чтобы защищать других это становится тем что такая праведная ярость иногда даже Христос там переворачивал стола в рамах ну этого я не знаю а что насчет всего этого разговора поверни другую щеку которую там проповедовал я посчитал что это хорошая возможность задать этот вопрос потому что это меня всегда беспокоило ну эту фразу всегда не ошибаются в библейные времена всегда были различные сложности жизни на которые нужно было учитывать с учетом различных поговорок которые были популярны в те дни в этом случае он говорил и учил Иисус говорил других людей что если кто-то обругал тебя или ударил тебя по одной щеке ты должен пригласить его чтобы он сделал это снова к другим он указывал на то что это как бы нехорошо что делаешь это со мной делай это с другими как бы надо справедливость со всем как говорится как бы ничего хорошего от того что ты вернешь оскорбление к тому кто только плохое тебе желает из этого не выйдет однако это не относится к тем ситуациям когда ты или кто-то еще в опасности в этом случае надо как бы защищать невинного и как бы использовать справедливую ярость ну хорошо что мое чувство справедливости совпадает с церковным не то чтобы я сильно сомневался спасибо отец за то что объяснили это для меня но это все грехи которых я могу вспомнить в это время ну что в этом случае я советую присоединиться к одному из школьных клубов каждый из которых даст тебе возможность послужить другим богу или даже самому себе подумай подумай о том как ты что ты хочешь я подумал что это достаточно справедливо так же это хорошее оправдание чтобы подружиться с кем-то так что а теперь помолись и попроси прощения о грехах своих я сказала обычную молитву которую мы выучили во время церковных уроков я сфокусировался на словах и их значении как я закончил он тоже закончил свою молитву я ожидал этих слов которых которые необычные облегчения приносили святой дух так ну что ж он там в общем прощаем тебе грехи да ну да аминь нас нас простили аминь и спасибо вам отец любое время сынок как бы я встал подумал о том что сейчас случилось исповедался как говорится как к психиатру сходил в лице вес с груди снять тоже полезно так что исповедоваться полезным возможно есть что-то такое особенное чему я раньше не обращал внимания я вышел через дверь и закрыл ее за собой все еще в таком расслабленном состоянии разуме я вышел и отправился назад из собора почти не замечая определенного суккуба который я встретил раньше которая она взглянула на меня немного удивленная но увела взгляд в книгу которую она читала пытаясь очень сильно чтобы я не особо заметил я решил что не беспокоить ее сконцентрировался на книге когда я услышал тихий голос сзади меня эй отец Джон готов для еще одной исповеди я развернулся и увидел что она там смотрится за книги похоже это не та которую она ударила кловер по голове раньше ну полагаю да я никого не видел чтобы еще кто-то заходил кроме этой девушки ходители вампири так что ты можешь идти ты имеешь ввиду Арио ну спасибо она кивнула мне и поторопилась в исповедальню я могу только воображать о чем может девушка суккуб исповедоваться но это было бы некрасиво поэтому я позволю этим мыслям пройти мимо меня а то мало ли там они похоть да девушки суккубы все эти суеверия может быть суккубы наоборот очень романтичные натуры прежде чем уйти макнул пальчик в святую воду и там крестик нарисовал перекрестился я вышел наружу и заметил что солнышко уже почти зашло но думаю на этом замечательном месте можно и закончить эту серию и так она уже тянется и тянется а я все читаю и читаю если вам понравился и вы хотите продолжение то не поленитесь поставить лайки потому что ну я ж не знаю хотите вы видеть приложение не хотите все таки это тем более демо версия ну хотя я тут особо-то выбора никакого не увидел так что тут наверняка еще есть на что посмотреть и что почитать если вам понравилось ставьте лайк пишите комментарии а я прощаюсь всем спасибо всем пока пока